работа в отделении кардиологии это крайне напряженное непростое занятие всегда у вас есть работа была есть и будет расскажите о болезнях сердца молодеют ли они в последние годы какие тенденции вы наблюдаете среди распространенности заболеваний и категории ваших пациентов болезни сердца становится все время больше это связано я считаю прежде всего с улучшением диагностики и с повышением общего общей продолжительности жизни все-таки пожилые люди болеют чаще заболеваниями сердца что касается молодеют ли они нет наверное не молодеют потому что самый молодой инфаркт миокарда у меня был 19 19-летний парень омоновец и это было в начале 90-х то есть уже прошло 20 с лишним лет но очень такая неблагоприятная сейчас тенденция когда болеют молодые мужчины самого трудоспособного возраста и в самом что называется рассвете сил это 50-60 летние мужики которые добились всего в жизни которые чувствуют себя хорошо которые ведут совершенно свободный образ жизни ни в чем себя не ограничивают хотя многие сейчас занимаются физкультурой по физкультуру хотел бы или про спорт немножко попозже еще с вами поговорить вот соблюдают определенные рекомендации но они очень много работают то есть вот люди которые загоняют в кавычках себя на работе это самый такой наш опасный неблагоприятный контингент который требует особого внимания и конечно они требуют внимание прежде всего сами к себе и со стороны своих родственников то есть вот 40 50-летний мужчины это те кто требует особого отношения значит ли это что вы советуете чтобы не было проблем с сердцем не загонять себя в угол не перерабатывать и уметь отдыхать да я считаю что эти люди требуют переосмысления определенных своих привычек и пищевых и в плане работы и в плане вредных привычек и они требуют особого внимания в плане ну то что называется диспансеризации то есть каждый человек старше 50 лет особенно мужчина но женщина старше 55 лет обязаны просто пройти хотя бы какой-то скрининг сердечно-сосудистых заболеваний это узи сердце ультразвуковое исследование электрокардиограмма суточное мониторирование кардиограммы холтер и кг и анализы биохимические включающие уровень сахара мочевины креатинина и холестерина с его фракциями вот это вот диспансеризация я считаю что она необходима сейчас для этого есть все возможности из каждого утюга говорят о том что диспансеризация придите там практически нет очереди даже по субботам работают эти люди врачи профилактической медицины и я не понимаю почему люди которым приносится все на блюдечке отказываются от своего счастья диспансеризация умеренный отдых поменьше работы что еще посоветуете жителям хакасии чтобы не было сердечных заболеваний ну я считаю что во всем должна быть умеренность как вы сказали все должно быть в удовольствии то есть если что-то к вам вам причиняя дискомфорт лучше с этим не сталкиваться надо ограничить токсические какие-то общения окружить себя любящими и доброжелательными людьми что касается погоды но вот сейчас жара очень большая жара конечно в такую погоду не рекомендуется находиться на даче работать или находиться на улице надо находиться комфортной температуре то есть кондиционированном помещении где-то в прокладном и нагрузки физические нужны и необходимы но только в либо ранние утренние часы либо попозже вечером когда уже жара спадет водная нагрузка про то что человек должен пить столько сколько ему хочется но не заставлять себя пить то что говорят про два литра в день это заблуждение нельзя пить особенно пожилым особенно сердечником очень много жидкости еще раз я повторяю мы рекомендуем полтора тире два литра жидкости вместе со всеми супами компотами и котлетами это тоже жидкость но не более того но не ограничивайте себя если хочется сделайте лишний глоток воды но не стакан как вы относитесь к закаливанию к закаливанию отношусь вот в том плане если говорить про протирание в детском саду холодной рукавичкой это хорошо а вот прыгать в снег и выливать на себя или моржевать и отношусь к этому плохо потому что все экстремально это к сожалению не ведет к здоровью вы еще что-то хотели про спорт сказать про спорт но я очень хорошо отношусь к физической культуре к физкультуре и нам это прививали с пионерских лагерей еще из возраста октября физкультура это очень хорошо и нагрузки для человека должны присутствовать постоянно нагрузка должна быть динамическая не статическая это не таскание мешков с картошкой или штанги 100 килограммовой а динамическая это ходьба плавание или велосипед самые лучшие нагрузки я категорический противник бега особенно бега на длинной дистанции ну если немножко отличие расскажу историю марафона вы ее все знаете да когда еще до нашей эры в греции при победе конец прибежал в город марафон 142 километра сто восемьдесят пять метров он пробежал сказал мы победили упал и умер так вот это действительно так это не шутка и умер человек не от того что у него отказалось сердце а при беге на длинной дистанции даже в невысоком темпе механически чисто травмируются клеточки крови на стопе стопа очень хорошо кровоснабжается там очень много сосудов и вот когда человек бежит тромбоциты лейкоциты эритроциты но прежде всего тромбоциты просто механически повреждаются гибнут и образуются тромбы это вот то что говорят тромб оторвался к сожалению я разговаривал со специалистами спортивной медицины у них есть такая фраза каждый марафон имеет свой труп и вот бег на длинные дистанции я не приветствую никоим образом ходьба это хорошо бег это плохо особенно если допустим километр 3 в легким темпом вы можете ходить и 5 километров и 10 километров но в том темпе который для вас приемлем и чтобы это не причиняло дискомфорта согласны ли вы с тем что здоровье человека это его личная ответственность ну на 80 процентов это здоровье человека это его проблемы к сожалению и к сожалению никто этого не понимает большинство это этого не понимают большинство требует чего-то от врачей от государства а мы врачи мы только помощники людям в этом и мы можем направить мы можем помочь когда-то что-то уже сломалось а вот чтобы не сломалось это вы наши пациенты должны к этому приходить сами и слушать советы таких докторов как вы и следовать тем рекомендациям о которых вы только что сейчас сказали